Так было во все времена этой империи. Москва попыталась скрыть правду. Товарищи в Кремле больше переживали о последствиях для имиджа СССР, чем о простых людях. Чтобы понять причины имперской политики и военной агрессии Кремля, нужно изучить исторические личности и события. Путин не раз демонстрировал, что он полный профан в истории. Главная идея фашизма очень проста. Это ничего вне государства, ничего против государства. Это был настоящий на самом деле терроризм со стороны российского государства. Что на самом деле несет русский мир миру. Исторические факты. По четвергам. В 16.30 по киевскому времени. На телеканале Фридер. Если в вашей стране заблокировали доступ к части сайтов или некоторым соцсетям, вам необходимо воспользоваться VPN, виртуальной частной сетью. Для этого нужно скачать программу на компьютер или смартфон. Установить программу согласно инструкции, вернув доступ к открытому просмотру. Фридер. Освободи свое право на выбор. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Алексей Душка. Я журналист. Сегодня у меня в гостях Дмитрий Гудков. Российский политик, оппозиционер. Дмитрий, здравствуйте. Привет. Сегодня будем говорить о такие темы. Путин приглашают в Индию. Есть из-за иммобилизации в России, и страна гниет, и виноват не только Кремль. Но об этом мы сразу поговорим после того, как ответим на вопросы от наших зрителей. Напоминаю, что это были центрировки, короткие вопросы, короткие ответы. Три от украинцев, три от россиян. По традиции начинаем с россиян. И первый вопрос такой. Россия никогда не начинала войну. Украинцы, наши братья, которые просто должны покаяться. А можно как в Индии на пресс-конференции Лаврова посмеяться? Нет? Ну, можно. Как вы отвечаете, так и отвечайте. Предлагаю включить просто звуковую дорожку. И это будет моим ответом. Моя реальность. Лукашенко же объяснил, что Путин отказался от Киева, чтобы избежать большого числа жертв. Ну да, как это, известный мем, когда Путину мальчика спрашивают. Мальчик, мальчик у Путина, да, спрашивают, где заканчивается Россия, да, там, где можно агрести. Ну вот, вот такая моя реакция. Он позволил утонуть Курску, теперь топит всю Россию. Почему мы этого не поняли раньше? Потому что особенности человеческой психики устроены так, что мы пытаемся со своей колокольней всегда рассуждать. Да, а с колокольней здравого смысла ни в нулевых, ни в середине, ни даже в начале десятых. Невозможно было предсказать, ну, поверить, по крайней мере, в то, что Путин вообще на подобные способен. Скажу честно, что многие депутаты Госдумы в 2014 году были очень серьезно удивлены и даже, я бы сказал, шокированы решением Путина аннексировать Крым. Это были вопросы от россиян, теперь три вопроса от украинцев. Если бы все вернуть до 2014 года, Россия бы напала на Украину, зная о последствиях? Ну, если бы Путин знал, к чему приведет его попытка провести легкую такую, да, короткую, победоносную такую, организовать войну, то, конечно, он бы ничего не начинал. Но я точно знаю, что в 2015 году были планы начать уже широкомасштабную такую войну, и я знаю, что Путин опрашивал многих генералов, которые сказали свое слово, и тогда они были категорически против войны в 15-м. Поэтому тогда Путин и все спустил на тормоза. Путина, которого в сотый раз ловят на лжи, а россияне до сих пор слепо верят. Почему? Нет, россияне не верят. Значит, как минимум треть вообще уже давно не реагирует на Путина. А верят, наверное, процентов 10-15. Еще пропаганде, а всем остальным по параметрам. То есть они слышат Путина, но не запоминают, что он говорит, потому что его слова не имеют в последнее время никакого значения. Это просто такой белый шум. А зачем вот путинскому россиянину вообще Украину? Это я такой же вопрос могу задать. То есть вы не навели порядок в своей собственной стране. У вас мало того, что там 30% территории не гестифицировано, а в Якутии до сих пор там есть города без туалетов. Поэтому мне этот вопрос, я на этот вопрос не могу ответить. Это были вопросы от наших зрителей. Давайте начнем дальше, продолжим дальше наше интервью. Вот как раз вот с тезиса, как за последние 20 лет воспитали миф, вот мы самые, мы самые богатые, мы самые сильные, мир нам не указ. А как можно верить в это упопу глобализации, что мир никому не указ? И вообще, как это воспитали? Ну, объективно говоря, когда-то Газпром стоил 300 миллиардов долларов. И в принципе, были нулевые годы, достаточно сытые нулевые годы. И тогда и Медведев, будучи президентом, он декларировал интеграцию дальше в мировую экономику и прочее, прочее. То есть в принципе, тогда можно было реализовать амбицию стать серьезной такой энергетической державой. Хорошо, если раньше был такой контракт с населением о том, что, с народом о том, что мы не лезем к вам, вы не лезете в политику. Теперь, есть СВО, она же влайна, уже даже прописаны, говорят, даты мобилизации в России. Ну, как минимум, весь интернет будет о том, что мобилизация будет осенью, и ориентировочная дата это 25-30 сентября. Вот, теперь что народ скажет? А теперь, в политике просто нет, лезть нет. Люди не лезли, не лезли в политику, она абсолютно деградировала, Путина и уничтожила. Выборов нету, своего кандидата ты не можешь никуда выдвинуть. А уличные протесты невозможны в этих условиях. Построена диктатура. А диктатура, она, как правило, есть два выхода. Первый выход – это какой-нибудь номенклатурный транзит-переворот. Ну, то есть, грубо говоря, табакерка, Сталин, Хрущев, ну, что-то такое. Либо условная революция. А революция – это накапливание, накапливание вот этой всей протестной энергии, которая в какой-то момент, да, перерастает в самую настоящую революцию. Может быть, даже при поддержке части или... То есть, как бы сейчас люди не относились к Путину, да, они обречены на то, что он все равно себя переизберет, переназначит, как угодно. Потому что будет Путин, Зюганов и три фрика. Вот, и все, и выбора нет никакого. Поэтому большинство людей на выборы не пойдут, а те, кто пойдут, это будет административно приведенный электорат. Бюджетники, пенсионеры, зависимые от Путин. И они дадут и борьбу, да, 80%, 70%, 90%, как уходишь. Путин опять после выборов заплачет, скажет, спасибо, народ, выбрали правильного президента, да? Ой, не знаю. Может быть и так. Хорошо, ну, смотрите, давайте вернемся к мобилизации. В следующей мобилизации есть планы, опять же, говорят об этом российские журналисты оппозиционные, что есть планы собрать, раздать повесток более миллиона, там, миллион двести или что там еще, миллион четыреста. Это означает, что теперь точно приготовиться Москве, точно приготовиться Петербургу и большим городам, куда война пока не доходила. Вот теперь война косвенно уже будет там. Хорошо, и что скажет Питер, что скажет Москва, что скажет другие большие города? В том-то и дело, что ничего не будет особо страшного происходить в Москве и в Питере. Они же ведь сейчас изменили законодательство, они теперь могут призывать от 18 до 30 лет. Значит, а теперь давайте просто считать. Я вам порядок. Значит, каждый год, там, количество людей, которые отвечают в 18-летие, мужчины, да, то есть в призывном возрасте, порядка 400 тысяч человек. Ну, понятно, что всех не призовут, у кого-то там какие-то, даже не половина не призовут. Вот, а теперь они получают в ближайшие три года. Раньше они призывали только 18 лет, да, ну, с 18 до 27, то есть у них там, грубо говоря, прибавлялось по 400 тысяч каждый год. А сейчас у них на 3 года, у них 28 лет, 29 лет и 30 лет, у них 3 года, там, примерно, по 400 тысяч, это, грубо говоря, потенциал 1 200 000, ну, порядок, я могу сейчас путать просто, значит, цифры, ну, как. Приблизительные цифры, да. Порядок примерно такой. Значит, у них 1 200 000, даже если они, грубо говоря, 20 процентов призовут, да, это уже солидная цифра. Это в год. А дальше они, я думаю, тех, кто вернулся с фронта, они будут покупать, убеждать, обманывать туда так же, затаскивать. Вот, все, что не доберут, они доберутся в регионах депрессивных, будут просто скупать цифры. Потому что, там, где зарплату 20 000 рублей, тебе предлагают, там, миллион, ну, и твой доход за, не знаю, сколько лет, за много лет, да, за, там, 20, может быть, лет. Ну, а, арики, арикирующие. Вот, ну, не 20, наверное, давайте, 20, что тебя перегнули. А 20 тысяч на 10, это 200 на 5, ну, там, за 4-5 лет доход. Вот, по этому итоги, конечно, пойдут. Если что-то нужно будет в Питере, в Москве, а я думаю, что там это будет все очень мягко. Скорее всего, Москва и Питер будут тратить деньги и покупать наемников где-то в других регионах, как это обычно происходило. То есть, это, в принципе, крупные города не сильно пока касаются. Поэтому я и не думаю, что будут всеобщим университет, вот они будут такими точечными мерами добирать. Если поймут, что не добираем, то, кстати, там еще заключенных наберут, еще кого-нибудь. На 2-3 года им, в принципе, хватит. Где прятаться от войны? Слушайте, где угодно, даже в тюрьме можно прятаться от войны. Это уж на крайнем случае. То есть, совет номер один. В тюрьме там тоже такое себе дело. Можно оттуда прям поехать, не по своему желанию. Кстати, я читал, что в одной деревне был случай, в российской, что все мужчины призывного возраста ушли в лес за ягодами. И все, и вот пока военкомы не уехали из деревни, они вылезли. В Москве за ягодами не сходишь. Ну, не то, что в Москве. В любом крупном городе за ягодами особо не побегут. Ну, в любом крупном городе за тобой особо не побегут. Почему? Потому что ты можешь просто работать дистанционно, даже можешь оформлять зарплату на жену, на какого-то родственника. То есть, работаешь ты, а получаешь плот. Ну и все. Причем многие компании идут навстречу. Потому что сейчас на самом деле кадровый дефицит, кадровый гол. В общем, многие уехали сотрудников. Не хватает, это же трудовые ресурсы. Сейчас трудовые ресурсы идут серьезных конкуренциями. Поэтому компании идут навстречу, разрешают работать дистанционно. Человек может жить не по прописке. В конце концов, когда к тебе кто-то приходит, но ты можешь не открыть дверь, а нет тебя, никто тебя взламывать не будет. Они же не могут приходить и взламывать все двери. Да, физически просто невозможно. Ну, кого-то могут, наверное, захватить. Но даже если тебя схватили, ты все равно можешь не приехать, не явиться. Даже если там попадешь в какие-то списки, ну, права не сможешь себе продлить. Но в конце концов, как часто тебя останавливают на дороге к ГАИшну. Ну, нет у тебя брат, ну и нет. А может быть, дать отпор властям или пока не время? До сих пор что-то? Говорю, может быть, дать отпор власти или пока не время? Ну, это пока невозможно. Чтобы дать отпор власти, то нужно вступить в конфликт с большой армией силовиков. Если у тебя нету ни оружия, ничего, ну, как ты им дашь отпор? Отпор они дадут в другой ситуации. Как это обычно бывает в диктатуре. То есть сначала все спокойно, граждане никуда не выходят, не сопротивляются. Это может длиться годами. Десятилетиями. А в какой-то момент происходит внутриэлитный конфликт, расход. Начинается, ну, условно, там, давайте возьмем, понятно, например, мятеж при Гошу. Да, вот если бы он дошел бы до Москвы, предположим, в Москве были бы бои. Все силы были бы стянуты в московскую комнату. В этот момент какая-то часть элит может спокойно сделать ставку на гражданскую опцию, что там выход 30-40 тысяч человек на улицу меняет, так сказать, ситуацию на шахматной доске, да, все сразу. Сразу переворачивается. Вот. И происходит какой-нибудь номенклатурный переворот или номенклатурный транзит, да, или там табакерка, или еще что-то. Вот. И в этот момент гражданское общество понимает, вот сейчас можно протестовать, потому что какая-то часть элит будет в этом заинтересована, это значит, что нас не будут разгонять, не будут сажать, бить и так далее, так. Вот. Ну, то есть, грубо говоря, Книгский Майдан был возможен в том числе, потому что значительная часть элит его подвержила. А в этот момент силовики не зверствуют. Почему? Потому что, а вдруг ты переусердствуешь завтра, не эти будут власти, а эти, и все это посадят. То есть, силовики разгоняют ровно тогда, когда понимают, что им за это не прилетит. Но даже сейчас уже, я вам могу сказать, я знаю случаи, когда силовикам, например, давали задание работать у оппозиции за рубежом. Вот. И многие отказываются. Ну, не потому что они хорошие люди, там, обязательно. Вот. А потому что они поднимаются. Это уже опасно, что вдруг Путин, там, через... Помрет через год-два. Мы будем за это отвечать. А зачем нам это нужно? Ему 70-то, нам еще там 45-50, и кому-то 40. Ну, то есть, начинают саботировать все. Вот. То же самое обычно происходит с протестом. Вот если силовики не понимают, кто победит, да, если ситуация шатается, они бездействуют. Потому что инициативный силовик не выживает в этой системе. От него избавляются сразу, потому что инициативный силовик может проявить инициативу против своего начальника, когда-то. Поэтому у них все очень четко, у них дисциплина. Они действуют только по командникам, только по отмашкам. Нет команды, нет отмашки, никто не готов взять на себя ответственность. Все будет. Система начинает, так сказать, система парализовывает. Вот нечто подобное произойдет. Система будет парализовывать в результате раскола элит. В этот момент гражданское общество становится актором, и оно способно будет уже дальше влиять на происходящее внутри. Давайте о происходящем внутри. Я вот читал несколько статей людей, и вот я пришел к этому выводу, что страна гниет и виноват не только Путин. Потому что Путину на самом деле все равно, что происходит ниже уровня Кремля. Вот Кремль, его интересы, а все остальное, что хотите, то и делать. Губернаторам также все равно, что происходит дальше их кабинетам. Ну и дальше мэром, дальше мэрией ничего не интересного. А почему вот так сложилось? Ну, не знаю, моя хата с краю, в принципе, такая распространенная тратегия. Когда ты занимаешься исключительно своими делами, ты не хочешь брать ответственность. Плюс в России система власти выстроена таким образом, что глобальное решение все равно принимает один человек. Вот. И избраться куда-либо, получить какой-либо пост, без этого единственного в стране избирателя невозможно. Вот. А если ты зависишь только от одного избирателя, ну, ты просто работаешь исключительно на то, чтобы доказать свою лояльность, нужность не гражданам, которые должны тебя избрать, а единственному своему избирателю он должен понравиться. Ну, поэтому и так и живут. Вот они Путину. С Путиным договорились, Путин их куда-то там назначил. Вот они сидят и, так сказать, работают в интересах и противозах. То есть у них другие мотивации совершенно, да. Они, это люди не привязывают к региону. У нас очень много губернаторов, которые, в принципе, к регионам особого отношения не имеют. То есть для них это некий социальный карьерный лифт. Их там назначили, они поработали, потом поехали в другой регион работать. Ну, такие технократы, да. Давайте еще на тему доносов поговорим. Вот они как-то появились, не знаю, популярны, непопулярны в России, потому что уехавший в Европу айтишник тут создал приложение «Мой донос». За несколько месяцев с сервера программы поступило приблизительно 5000 обращений, больше обращений. И вот это вот желание донести, это проблема с корректированным режимом? Или это какое-то вот есть внутреннее желание у людей? Я думаю, вот мой вывод очень простой. Поскольку я был депутатом с 11 по 16, когда, в принципе, на доносы не реагировал. Но при этом каждый день я получал кучу писем с доносами. Триот? Да, да, конечно. А вот депутаты, разберитесь с этим, там, что там, а мой сосед вот такой-то удовлетворяет, а вот у меня, там, по бизнесу такие-то, такие-то люди, которые работают с интересом другого бизнеса, разберитесь. Ну ладно, не то, что очень много, но есть какой-то процент, такой, в оригиналах, да, который одни по грусти пишут, да, а другие по заказу спецслужб пишут, чтобы на основании этих доносов возбуждались какие-то уголовные дела. Это очень небольшой процент. Во все времена, да, хоть и говорят, нам пристали 4 миллиона доносов, там, и прочее, прочее. Значит, в моменте всегда, если власть на это не реагирует, не обращает внимание, и общество на это не реагирует, не обращает внимание, как только отмороженная власть, да, как только силовики начинают пользоваться доносами для разбуждения уголовных дел, значит, тогда ситуация в обществе меняется, да, то есть это все зависит от того, как наверху к этому относятся. Я уверен, что вообще во всех странах будут наедать. Почему я считаю, что процент небольшой? Потому что в сталинские времена, для того, чтобы держать общество в страхе, нужно было это все масштабировать, потому что не было интерната, социальных сетей, чтобы все знали про репрессии, чтобы все боялись, там, сидели, не высовывали голову, нужно, чтобы вот на каждой улице кого-нибудь арестовывали регулярно, да, нужно, чтобы все знали про доносы, нужно, чтобы там, а не заставляли просто писать доносы. И вот, а сейчас тебе достаточно, там, 5-6 кейсов, бросить в социальные сети, все это обсуждают, складываются ощущения, что доносят все, и на все. Это не так. Просто у нас сегодня фокус на этом, у всех. Социальные сети, на самом деле, позволяют диктаторам, как Путин, избегать вообще массовых репрессий. Вот как это было в Сталинские времена, да? Достаточно точечные, достаточно регулярные, достаточно жесткие, достаточно больших сроков. Но общество это обсуждает каждый день, и общество боится. Если мы возьмем там на душу населения, то это очень небольшой процент. Но боятся все. Есть такой вот забавный случай. Недавно появился, но видео сняли, выложили в интернет. Мужчина пожаловался на предвыборные списки, где у одного из кандидатов была фамилия Зеленская. Вот. И сказал, что чему-то человеку нужно фамилию изменить или не идти во власть. А когда вот пройдет, даже вот этих вот товарищей, которые вот настолько больны, да? Когда у них пройдет ненависть к Украине, мне интересно. Ну, опять-таки, это же ведь единичный случай. Какой-то идиот, да, написал. Дальше это попало в прессу. Давайте посмотрим, какая будет реакция власти. Если власти реально на это отреагируют, это будет говорить не о состоянии общества, а о состоянии мозгов у тех, кто принимает решения. Ну, наверняка и в Украине живут люди с фамилией Путин, или там Медведев, да? Наверняка же есть такие фамилии у кого-то. Я вот, например, знал, что только в Москве, ну, короче, по всей стране, Дмитриев и Курковых такое количество, что просто там какие-то тысячи людей, десятки тысяч даже. Вот. Я думаю, что и в Украине есть люди с фамилией Путин. Да, я тоже так думаю. Ну, вряд ли же кто-то будет выходить всерьез и требовать, чтобы они поменяли фамилию. Ну, нет. Ну, хотя найдется какой-нибудь идиот, который может так и предложить. То есть вопрос, как вы на этого идиота будете реагировать. Вот, на самом деле, это интересная ситуация, потому что я слежу за этим кейсом. И почему-то мне кажется, что состояние мозгов у наших, у чиновников уже настолько атрофировано, что они, этого кандидата, депутаты снимут просто с гонки, но чтобы не привлекать внимание к региону именно в этом смысле. Хорошо, давайте на следующую тему. Путина приглашают в Индию. Индия не пригласила Украину на саммит G20, однако позвала Путина. Почему? Потому что Индия сегодня является одной из, скажем так, растущих экономик, зависящих от поставок нефти. Индия – это огромный нефтяной рынок, просто огромный. Вот, и с учетом, как бы, санкций, с учетом перераспределения потоков, сегодня Россия является основным поставщиком нефти в этот регион. Причем там рынок настолько развит, что там серьезная конкуренция, там идет строительство всяких разных НПЗ, и прочее-прочее под российскую нефть. То есть Индия очень сильно зависит. Даже я бы так сказал, не то, чтобы зависит, Индия действительно может диверсифицировать поставки, и как бы... Просто Индия выгодна сейчас. Очень выгодно закупать дешевую российскую нефть. Она же дешевая, они ее покупают по 55 долларов за баррель, в то время как Европа за 70 берет. Вот, вот еще 10 там россияне тратят на доставку, и прочее, сейчас же и этот рынок выделяется, потому что скупаются танкеры, скоро и доставка будет стоить не 10 долларов, там, может быть, 5 долларов за баррель. Соответственно, вот эта маржа, она будет перераспределяться среди там каких-то игроков. То есть Россия, как-то, welcomed, да, на рынке Индии. Вот, поэтому Индия сейчас вот такую позицию и занимает. Это как бы основная, основная причина. То есть ссориться с Россией совершенно невыгодно Индии сейчас. И в отличие от Китая, Индия все-таки еще продолжает, по-моему, наращивать укрепление нефти. Вот. Следующий регион – это Африка. Надо понимать, быстро растущий. Отчасти там Индонезия, Бангладеш, там вот эти страны, то есть самые бедные страны, где у людей мало автомобилей, да, не разливается, соответственно, появляется спрос на автомобили, а спрос на автомобили повышается просто на нефть и прочее-прочее. То есть если Китая уже нету уперся, потому что люди уже купили эти автомобили, да, и скорее всего Китай будет даже снижать, то есть некоторое время будут переходить на другие технологии, на какие-то отделенные, да, технологии. А Индия, Африка – это все как бы лет на 10 как минимум. Ну хорошо, приглашение-то было. А поедет ли он? Рискнет ли Владимир Владимирович покинуть Кремль и проделать столь долгий путь? Мне кажется, нет. Боится или не хочет? Боится, да, он не берет никакие риски. Даже если не прогарантируют, но неизвестно, как там сложится, да, а может там будет провокация американских спецслужб, еще что-нибудь. То есть я думаю, что до последнего мы будем обсуждать, поедет, не поедет. А потом будет то же самое, как вот было на встрече с 20-х, да, предыдущей, когда в итоге он и не поедет. Я думаю, не поедет. А кто тогда поедет вместо него? Лавров? Ну, знает. Я думаю, что поедет министр энергетики какой-нибудь. Ну, кто вот отвечает за нефтяные потоки, поставки. Вот будет команда с этим связана. Ну, а ему разве не выгодно было бы поехать показать, что вот G20, 20-ка, Индия, нас слышат, нас видят, мы самые великие. Да нет, ну, наверное, выгодно. Но боится, да? Ну, боязно, конечно. Выгодно, но боязно. Здесь же надо пройти так называемые выборы, как это еще называется по привычке в России. Вот арестовали моих друзей, это Григорий Мельканьянцев, руководитель движения «Голос», один из руководителей «КТО». «Голос» — это, ну, наверное, самая ключевая такая организация, занимающаяся наблюдениями в России. Владимир Игорович, который в моем штабе работал. Там, ну, и многих других были обыски, их арестовали, будут суды. Вот, это все в рамках подготовки. То есть он еще и боится выборы? Проиграть. Нет, он не может их проиграть, потому что выборов нет. Так а зачем тогда людей туда-сюда-то сказать? А чтобы никто не портал праздник, ликтатур. Да, чтобы просто никто не портил настроение, не путался под ногами. Поэтому заранее нужно все зачистить. Еще и YouTube, наверное, прикроет, ближе к президентским выборам. Это я так предполагаю. Либо его прикроет там на два месяца. А после выборов снова запустят. Не знаю, но вот мне почему-то кажется, что с YouTube будут серьезные сложности. Будем смотреть. Давайте над этим на второй блиц от наших зрителей. Напоминаю, здесь нужно продолжить фразу, которую предлагают зрители. И вот первое, поразмакаем. Запад может получить контроль над ядерным оружием России, если... Любой. Если Россия будет дальше интегрирована во все международные институты, станет нормальной демократией, то контроль будет не напрямую, а просто нормальная страна, в которой выборы будут нормальные, честные, где будет власть меняться, где будут работы институты, она, в принципе, не будет представлять никакой опасности. Кремль перестанет пугать мир ядерными ракетами, и когда... Когда Путина не будет, такого режима не будет. У армии Российской Федерации людей и техники хватит еще на... Ну, в принципе, хватит на затяжную войну, если не будет успешного контрнаступления в Украине. И главная задача российских легионов свободы это... Я думаю, это освобождение страны и мира от Путина, это прекращение войны, это освобождение всех оккупированных территорий, это демократические преобразования в Россию и восстановление отношений и с Западом, и с Украиной в перспективе, когда сменится власть. Дмитрий, большое вам спасибо за сегодняшнее интервью, очень интересная аналитика, хорошего вам дня и ждем победы Украины. Да, спасибо большое, удачи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Полномасштабное вторжение России в Украину нарушило основы международного правопорядка. Журналисты канала «Фридом» исследуют причины и последствия необоснованной российской агрессии. Заимствовали все безнаказанно, потому и аппетиты постоянно росли. Станет ли РФ сырьевым придатком Китая? Они говорят, что это они борются против фашизма, но на самом деле фашисты именно сидят в пемли. Вся эта история вокруг русской культуры, она строится на мессианстве. Мы особые, мы специальные. Войны прекращаются военным поражением агрессора. Специальный репортаж по четвергам в 17.30 по киевскому времени на телеканале «Фридом». Это были российские солдаты или нет? Это были местные силы самообороны. Это факт, мы никогда его не скрывали. Наши вооруженные силы, прямо скажем, блокировали вооруженные силы Украины. Граждан Великоскрепной накрыла безутешная скорбь. Они попрощались с известным сервисом для романтических знакомств. Уходит Тиндер из России. Жаль. До этой утраты больше 40% россиян искали партнеров онлайн. Поэтому знакомиться вживую все эти люди просто-напросто не умеют. Вы с каких слов начинаете обычно знакомиться с девочками? Помогите. Отечественный аналог Тиндера появится еще не скоро. Пока есть только идея. Но не факт, что она понравится мужчинам призывного возраста. Зашел найти любовь, а заодно и повестку на фронт получил. Давайте откроем матрешку и узнаем, где же теперь россияне будут искать любовь. Вот теперь и придется снова знакомиться, либо через какие-нибудь военные организации искать себе ветерана СВО, либо искать через газеты и подписки. И смогут ли они вообще встретить свою половинку в реальной жизни? Кажется, россияне навсегда обречены на тотальное одиночество. Досвайпались. Из России в конце июня ушел сервис знакомств Тиндер. Представители компании говорят, ну как-то сложно, когда у нас есть хороший имидж, бренд известен в мире, а мы представлены в такой стране. Старшее поколение россиян вряд ли заметит отсутствие приложения. Новость пришла, Тиндер закрывается. Что за Тиндер? Что за Тиндер? А вот молодым одиночкам теперь будет нелегко найти свою половинку. Я покупаю 40 кошек срочно, потому что узнала, что теперь точно-приточно останусь навсегда forever alone. В том плане, что раньше хоть была какая-то надежда встретить хоть кого-то в Тиндере, а теперь эта надежда ушла, ушла последней. Почти половина опрошенных граждан РФ сказали, что будут скучать по Тиндеру. Оно и неудивительно, ведь в стране практически не осталось толковых приложений для знакомств. Год назад ушли главные конкуренты Тиндера, Bumble и Badoo. Не будет работать и Hinge, он принадлежит той же компании, что и Тиндер. Так что придется россиянам довольствоваться отечественными устарелыми сервисами LifePlanet и Mamba. Remember how to remember it? Это называется. Помните такое, да? Такая песенка была. Это было как раз про Мамбу. Было время, когда все пользовались этим. Почему? Потому что на какое-то время государство не обращало внимания на развитие электронных коммуникаций. Однако сегодня, когда Эрефию прижали санкции, самое время заняться импортозамещением. В том числе и в сфере электронных коммуникаций. Ну что теперь подойдут? Нужно срочно нам в России создать аналог Тиндера. И вообще-то надо было начинать раньше. Все вот так профукали, что-то там время потеряли. Теперь приходится в попыхах разрабатывать отечественную альтернативу. Лучше поздно, чем никогда. Пока россияне думают над названием... Как бы мы назвали свой российский сайт знакомств с заменителем Тиндера? Россий-Тиндер? Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов накреативил концепцию «Православный сервис знакомств». В стиле великоскрепный. Не правда ли? Надо создавать российские соцсети для знакомств. Можно привлекать разные организации, которые могли бы в этом помочь. Например, можно создать сеть знакомств на базе православной церкви – мусульманские соцсети. И надо нам это. И вы нас... Нам вас хватает. Вы нас духовно уже за много лет замучили. Ну зачем же так сразу брать в штыки идею Милонова? Он, между прочим, побеспокоился не только о скрепах, но и о безопасности потенциальных пользователей приложения. Сервис должен быть защищен от вот всех этих профурсеток, эскортниц и проституток. Поэтому, конечно, верификация на этих сервисах должна проходить через госуслуги. В общем, только чистая любовь в массы. А удобно-то как? Зашел в приложение, чтобы найти любовь. И заодно повестку получил. Сейчас эти изменения – это жизненная необходимость. И это меняет ситуацию. И в данном случае – к лучшему. А пока в Госдуме работают над реализацией идеи Милонова, одиноких россиян поддерживают отечественные псевдопсихологи и разного рода блогеры. Ой, как же хорошо будет скоро на этой земле, когда все сайты знаком перекроют доступ к России. Это говорит хамовитый мужик, который называет женщин кошелками и рептилиями. При этом считает себя экспертом в отношениях. Чтобы соблазнить какую-то женщину, много не надо, можно просто мои курсы пройти. Курсы пройти. Ну а что делать тем, у кого нет денег на коучей? Придется как в 90-х писать газету или оформлять смс или чат, если кто такие помнит. А что? Анкеты одиноких россиян и россиянок идеально бы вписались где-то между новостями, а так называемое СВО, сводками потерь на фронте и патриотическими стихами. Ничего нового нет. Никакой новизны. Нужно же хоть чем-то разбавлять этот шок-контент. Невозможно смотреть уже. Конечно же, в 21 веке на помощь одиноким сердцам могут прийти соцсети. После вторжения РФ в Украину в стране агрессорши стали особо популярными группы для знакомств с военными. В «Контакте» уже существует более десяти таких сообществ, где женщины пытаются завязать отношения с военнослужащими или участниками боевых действий. Мне есть о чем поговорить с такими людьми. А к гражданским у меня вообще душа не лежит. Мне не о чем с ними поговорить. Они неинтересные. Порой количество участников в таких группах достигает 25 тысяч. Однако многие женщины ищут вовсе не серьезных и искренних отношений, а наживы. Жалуются российские военные. Написала девушка. Хотела якобы познакомиться. Начала расспрашивать меня о ранениях. Вопрос показался мне странным. Я ответил, что их у меня нет. Хотя имею два ранения. В итоге она сказала, что найдет того, у кого есть ранения, чтобы получить деньги. Кстати, для россиянок, которые ищут любовь по расчету, есть хорошая новость. С фронта уже подоспела новая партия раненых солдат второй армии. Правда, эти парни тоже скоро могут закончиться. Поэтому женщинам в РФ уже рекомендуется присмотреться к китайским мужчинам. В сети вирусится старое видео о том, как выйти замуж за китайца. А блогеры рассказывают о преимуществах таких отношений. Когда мы говорим о китайском мужчине, это щедрость и это забота девочки. Если вы встречаетесь с китайским мужчиной, даже если вы только что познакомились, скорее всего, он будет водить вас в рестораны и, конечно же, платить за вас. Все как любят русские бабы. Но где же познакомиться с таким восточным мужчиной? Все просто. В России уже открылись первые агентства, которые организовывают россиянкам брачные туры и свидания с финансово обеспеченными китайцами. Говорят, девушки остаются довольными. Да и Путину, похоже, по душе такая свадебная дипломатия. Нужно же хоть как-то бороться с демографическим кризисом. Предлагаю дождь за здоровье нашего уважаемого председателя Китайской народной республики, господин Асиньсеновича, за углубление российско-китайского взъявления общего партнерства и стратегического пригодиста. Российским мужикам, конечно же, в разы проще найти себе пару, чем женщинам. Пошел на кладбище военных и выбрал себе вдову. Причем не простую, а сразу с приданным. Сегодня мне вручили ключи от автомобиля. Было как-то неожиданно, очень приятно. Очень рада, что оказывают такую вот помощь семьям. Найти вторую половинку россияне могут не только на кладбище, но и в местном кабаке или сельском клубе. Сто грамм за воротник, пошел на танцы. И выбираешь, какая понравилась. Есть, конечно, и более креативные способы подкатить к девушке. Тиндер уходит из России. Как знакомиться с девчонками теперь без тиндера? Старым детским способом. Вот расскажите нам про него. Ну, надо включать мозг и языком работать. Да ладно! Пока граждане России тестируют разнообразные методы офлайн-знакомств, а брачные агентства готовятся загребать прибыль лопатой, глава Росмолодежи Ксения Разумаева приглашает россиян на молодежные форумы. У нас там знакомятся люди из разных регионов России и часто создаются настоящие крепкие семьи. Молодые люди делают предложения руки и сердца прямо на сцене любимым девушкам. По-моему, это тиндер здорового человека. Но россияне, кажется, этой альтернативе не очень рады. Настолько, что в Сочи даже устроили реальные поминки по тиндерам. Решайте. Грустно и точка. Держитесь, ребята. Ведь все, что вам остается, это скорбить и привыкать к одиночеству в сети. Аминь. Об экономической песне, в которую Россию столкнула кремлевская власть, развязавшая войну против Украины. Инфляционные ожидания в целом по-прежнему на повышенном уровне. О настоящих причинах бедности россиян. Сколько платят за наглую ложь пропагандистов Кремля. Я никогда ничего не брал у государства. Я ничего. Деньги не пахнут. Боже, это не пахнет. Средняя российская семья на сегодня должна 60 тысяч долларов украить. Мы продолжаем показывать правду про то, как преступный режим Путина делает всех россиян беднее. Ваши деньги по вторникам и пятницам в 16.30 по киевскому времени. на телеканале Freedom. Люди – главная ценность Украины. Их достижения спасли не одну жизнь. А их новаторские решения изменили медицину и открыли новые горизонты последователям. Он стал основоположником сердечной хирургии. Благодаря клапану, который создал Николай Амосов, лечение порока сердца у детей стало реальностью. Благодаря лекарству Даниила Заболотного весь мир перестал цепенеть от угрозы эпидемии холеры. Украина – талантливая и трудолюбивая. О том, что здесь было фойе Дома культуры почти ничего не напоминает. Остались только декорированные колонны, куски лепнины. Во время войны его использовали как пункт несокрушимости и россияне по нему ударили. Это был основной хаб гуманитарной помощи в часовом яру. Россияне ударили по нему кассетными снарядами. Уничтожив провизию издания, враг все равно целит и добивает все вокруг. На развалинах в полумертвом городе я встречаюсь с защитниками, которые держали оборону Бахмута в 8 километрах отсюда. Теперь эти военные бьют врага здесь. Такое мы видим довольно часто и это последствия русского мира. Сейчас россияне в часовом яру делают то же, что и в Бахмуте. Разбивают из всего имеющегося вооружения, превращая в сплошные руины. Враг активно бьет по гражданской инфраструктуре, по скоплениям людей. Им не важно, они видят из воздуха, из беспилотников, летательных аппаратов, они видят скопления и эти скопления являются для них приоритетной целью. После боев за Бахмут россияне стали гораздо осторожнее, используют авиаразведку, прикрываются артиллерией и уже потом штурмуют малыми группами. По одному человеку, даже перемещение одного человека личного состава они могут сопровождать своим танком. То есть один снаряд танка может работать и после всего этого они подходят на расстояние броска гранаты. Стрелковые бои у этих пехотинцев обыденное дело. Говорят, иногда приходится отстреливаться на совсем малом расстоянии. Под палящим солнцем они ежедневно отбивают по несколько атак врага. Зеленка осталась только на картах. Арта так работает, что все деревья, все лесопосадки голые. Ни веточки, ни листьев, ничего. Принцев выжженной земли. Его уже второй год враг активно практикует. Своими снарядами они уничтожают целые квадраты, чтобы потом продвигаться было легче. Я думаю, вы видели дороги. Транспорт здесь ездит максимально быстро. Основные так называемые дороги жизни на Бахмутском направлении нашим бойцам удалось вернуть под свой контроль. Но до некоторых участков русские снаряды долетают. И сейчас самая большая проблема на фронте боевой транспорт. Что-то типа пикапов, машин, легковых, квадроциклы. Кулебос боевой медик. Он не понаслышке знает, что такое отсутствие транспорта. Ему приходилось не раз нести раненых несколько километров на себе. Забирал тяжелого трехсотого. В пах осколок залетел. Потерял много крови. Это как штурмовая группа отходила после штурба и прилетел 120-й миномет. 120-й миномет. Сейчас эти пехотинцы собирают на боевое авто. Помочь может любой желающий, отсканировав QR-код или отправим донат на номер карты. Потому что автомобили, как и дроны на фронте, расходный материал. Но они крайне необходимы. Большая. И всегда есть потребность в внедорожниках, в машинах повышенной проходимости. Они подвозят провизию ближе к позициям, где можно подъехать. Они вывозят раненых. Даже иногда вывозят на щите даже с позиции. Важные эксклюзивные материалы с российско-украинской войны. О том, как сражаются украинские войны. Мы своими руками делаем эту победу. Главное, чтобы была выполнена задача и все были целы. О том, как живут прифронтовые и освобожденные села и города. Все это выше забора было. Это все несло волной. Надеемся, что все будет хорошо. Новости и репортажи о защите, борьбе и стремлении к победе. Нужно защищать свою страну, чтобы наши дети жили спокойно. Фронт Ньюс по субботам в 12.00 по киевскому времени на телеканале Фридом. Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой. Гёдер, Фридер, освободи свой мир. Здравствуйте. Что на самом деле несет русский мир миру? От начала поломасштабного вторжения в Украину многое стало понятным. Однако на самом деле его истинные цели, методы, принципы не меняются. Уже много столетий русский мир всегда пытался уничтожить другие миры. Но рассказываем об этом исторические факты. Если посчитать, сколько раз российская пропаганда убивала начальника главного управления разведки Кирилла Буданова, то не хватит пальцев на обеих руках. Но Россия не только плодит фейки о смерти главного разведчика Украины. В ГУР сообщили, что после полномасштабного вторжения Москва более десяти раз пыталась устранить Буданова. А одном из таких покушений вот вам факты, ставшие историей. СБУ против ФСБ. Как украинские спецслужбы обезвреживают российских агентов? Заказчики это представители спецслужб ГУР. Кто должен был ликвидировать Резникова и Буданова? Главный киллер ему создали специальную легенду. Мы встретились в тюрьме с тем, кого на это задание отправили российские кураторы. Он планировал заработать сотню тысяч долларов, а заработал 12 лет. Киллер, которому заказали самого министра обороны. Как он это планировал и почему ничего не получилось? Прямо сейчас еду в тюремную камеру, чтобы расспросить у него обо всем тет-а-тет. Но сначала немного предыстории. Август прошлого года граница с Беларусью в Волынской области. Через единственный работающий пункт въезда в Украину попадает мужчина. Кто он в СБУ уже знают? Киллер, завербованный российским гробом. Ему создали специальную легенду, якобы он обычный гражданин Украины, которого во время полномасштабного вторжения незаконно депортировали в Россию. И он хочет вернуться в Украину, потому что у него есть якобы патриотические убеждения. Наши дни тюрьма. Этот же мужчина по закону на приговор суда еще можно подать апелляцию, его лицо скрыто. Патриотическую легенду он легко сыграл. Был кончанин с двумя паспортами, знает украинский язык и даже цитирует Шевченко. Валерий оперативник СБУ, который с самого начала вел дело любителя поэзии. Первая информация была получена в конце весны. С того времени мы контролировали ситуацию. Под присмотром оперативники дали ему встретиться с сообщниками заселиться в отель. И пока эти двое обсуждали покушение и подходящую взрывчатку, все документировалось. Но уже утром обоих громко задержали. А на допросе прозвучало признание. 45-е признание СССР Российской Федерации они меня завербовали за выполнение задач на территории Украины. Также было оборудование ликвидации Министерства обороны Резинка и Гура Уданова. За каждый выполненный заказ россияне обещали от 100 тысяч долларов. Но кто он? Этот киллер? Он с самого начала 2014 вступил в ряды незаконных вооруженных формирований ЛНР. Совершал пытки над населением. Убийство для него не есть чем-то особенным. Он разбирается во взрывчатке и различном оружии. Сам мужчина сейчас немногословен. То, что побывал в рядах боевиков, так называемый ЛНР, не скрывает. У нас все заслужено. 14-м годом я абсолютно все заработал. Что было в 2014 году? В получении было. Чем вы занимались? На блокпостах стоял. С оружием? Да. Но профессионально петляет по делу о подготовке покушений. Даже откуда приехал, совсем забыл. Как вы сюда попали? Сейчас из третьей страны. Третья страна это какая? Ну я уже не помню. Как и то, зачем прибыл в Украину. Ведь до этого якобы жил в Подмосковье. ОСБУ тем временем рассказывают детали плана киллеров. С Волыни те должны были отправиться в Киев. Их заданием было разработать план ликвидации министра обороны и начальника главного управления разведки. Подать этот план на утверждение в российскую игру и потом после отмашки приступить к исполнению. Но как готовятся к исполнению подобные заказы вражеских спецслужб? Генерал-майор СБУ в отставке Виктор Ягун говорит на разработку покушений такого уровня мог пойти не один месяц. Маршруты объекта места его возможного проживания Маршруты объекта места его возможного проживания места его пребывания во время исполнения служебных обязанностей возможность доступа к этим маршрутам возможно попытаться найти источники в окружении и чтобы эта информация была более тщательной. Но до этого было так называемое тестовое задание для сообщника главного киллера ликвидация украинского военного и старобороны. Здесь СБУ удалось сыграть на опережение убийства инсценировали для фотоотчета российским куратором. Он и выбрал посланник. Они выбрали человека мы сразу установили с ним контакт. Были привлечены профессиональный гриморь и судмедэксперт. Мы просчитали все детали инсценировки. Были сделаны фото и обнародованы в СМИ. Подобных к этой спецоперации с киллером за последний год много. Одна из последних бывший военный оказался российским информатором в Житомире. Собирал данные о камерах наблюдения возле стратегических объектов. А это уже задержание бывшего правоохранителя в Одессе. Подписав письменное соглашение с ФСБ собирался вступать в вооруженные силы Украины. В целом шесть сотен доказанных дел иностранных шпионов. Семь сотен о госизмене. Тысячи корректировщиков и информаторов это данные СБУ. Но очевидно, что вражеских наемников еще хватает. на вербовку агентуры в Украине тратились огромные деньги и силы. И эти вербовки были масштабными взявивающими. Они охватывали практически все сферы государственной и политической жизни Украины. И, конечно, на эту пятую колонну Путин и его подельники рассчитывали очень серьезно. Правда, эта массовость стала слабым местом российских спецслужб. Российская Федерация напередодни войны с Украиной. Российская Федерация накануне войны с Украиной во время войны к счастью не готовит свою агентуру тщательно. Они пошли методом бывшей нацистской военной разведки, когда массовостью захотели перебить качество. Массовостью захотели перебить качество. Но были и задержания кротов, которые работали на ФСБ много лет. Например, с 2015 для врага профессионально шпионил сотрудник секретариата украинского кабмина. У него были специальные каналы коммуникации, закрытая связь, специальный телефон со специальным программным обеспечением. У него были специальные связные, через которых он передавал информацию. Например, он встречался в публичных местах. Они заходили там условно в уборную и в уборной передавали друг другу пакетик. И все. То, что мы видели в кино, происходило совсем рядом. По данным разведки, на работу своих спецслужб в Украине с 2014 года Путин потратил 5 миллиардов долларов. Но, похоже, российская коррупция и здесь сыграла с диктатором злую шутку. Ставка на своих агентов внутри Украины не сработала. СБУ переигрывает российские ФСБ-игру. Оксана Дворецкая, специально для телеканала ФИБ. На бумаге ядерный арсенал России самый большой в мире. Вот Кремль размахивает периодически этой дубинкой, пытаясь взять мирный звук. Вот только есть одна заковыка. Практически все эти ракеты советское наследие. А значит, ядерный зонтик России на самом деле может оказаться дырявым. Это еще очень мягко сказано. В каком состоянии находится ядерный арсенал Кремля. Вот вам исторические факты от Александра Вельникова. Ядерный кулак России. Действительно ли он так крепок, как его валюют? Способны ли российские ракеты доставить ядерный заряд до цели? ржавый меч. Зачем Путин раздувает ядерные щеки в Белоруссии? Мы заглянули внутрь одной из ракетоносителей РФ и все выяснили. Эксклюзив программы. Началось перемещение ядерных боеприпасов. Уже началось? Уже началось? Вот так диктатор Лукашенко между прочим бросает словцом о том, что российское ядерное оружие уже в Белоруссии. Бацкий решил показать Западу Кузькину мать. Под дудку Кремля, конечно. В ответ на поставки оружия в Украину Путин снова начал пугать Запад своим ядерным арсеналом и заставил Минск сделать хорошую мину при плохой игре. Ведь после ряда неудачных ударов по Украине аналоговнетным оружием мир увидел, что кинжалы которые способны нести ядерный заряд не так уж недостижимы. Поэтому возникает вопрос действительно ли у России есть чем пугать мир? Есть ли там вообще ядерная дубинка и главное в каком она состоянии? Мы во всем разобрались не пропустите. Удар с воздуха земли а также из-под воды. Именно так должна выглядеть так называемая ядерная триада. Россию причислили к перечню стран, которые могут поражать цели используя три компонента межконтинентальные баллистические ракеты, стратегическую авиацию и атомные подводные ракетоносители. Есть стратегический уровень, когда там бомбят города, уничтожают просто континенты. Мы сейчас о ядерном вооружении говорим. И есть непосредственно тактический. Это когда войска для выполнения своих непосредственных задач используют тактическое ядерное вооружение, то есть небольшой мощности. Эксперты даже прикинут,